Учения на базе Южного регионального поисково-спасательного отряда проходят каждый год. Меняется только сценарий тренировки. На этот раз спасатели отрабатывали свои действия при ликвидации последствий техногенного ЧАЭС. Первое задание – эвакуация людей при обрушении здания. Сначала спасателям необходимо отключить ток и газ, а затем, выбив бетонные блоки, проникнуть внутрь здания. Точнее, протиснуться в узкий проем. Дальше сложнее. С помощью специального оборудования нужно продвигаться по завалам. И здесь нужна не только сноровка и сила, но и психологическая устойчивость. Ведь работать в замкнутом пространстве очень сложно. При обрушении домов особая роль у кинологов и их подопечных. Четвероногие спасатели проходят специальный курс дрессировки по поиску и обнаружению пострадавших. Пока работать в завалах в реальности этой собаке по кличке «Мафия» не приходилось. Но в ликвидации природных ЧАЭС и в поиске пропавших людей она участвовала не раз. В этом году мы принимали участие в шести подобных операциях по поиску потерявшихся, пропавших. И результаты по всем шести случаям есть, конечно, найдены и обнаружены живые люди в горах, в труднодоступных местах, в горно-лесной местности. Также обнаруживали тела погибших, к сожалению. Пока одна группа пробирается по завалам в здании, другая отрабатывает такой же этап на улице. С помощью гидравлических ножниц спасатели поднимают тяжелые конструкции и вытаскивают человека. Важно при этом не травмировать его. По такому же принципу работают и при ликвидации последствий ДТП. Как и всегда, все задания сочинские спасатели выполнили оперативно и слаженно. Регулярные учения дают им возможность чувствовать себя уверенно во время спецопераций. Любые учения – это еще один повод проверить готовность, доработать какие-то моменты, которые, может быть, где-то в повседневной жизни не обращаешь внимания. А вот именно в процессе учений они выплывают, и мы смотрим, и имеем возможность что-то подрегулировать под свои нужды, что-то отточить, какие-то навыки свои улучшить и просто понимать, как это все будет в реальной жизни. В штабной тренировке было задействовано более 300 сотрудников разных служб Южного регионального поисково-спасательного отряда. Помимо отработки действий на своей базе, в районе Красной Поляны был развернут полевой мобильный госпиталь МЧС России. Завтра учения пройдут на улице Донской, там, где хладокомбинат. Всероссийские учения завершатся 6 октября.